Какие объекты Казанского университета посетил заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко? Наслаждайтесь этим моментом, помните, что всё самое главное, всё замечательное у вас в день. Как отметили День знаний в университетской школе Елабужского института Казанского университета? Желаю, чтобы другие тоже хорошо учились и чтобы всё было хорошо в школе. Красная книга пополнилась исчезнувшими видами животных. Кто вошёл в этот список и какие угрозы для экосистемы могут последовать? В живой природе исчезновение 11 видов – это вообще рядовое событие. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Роберт Хасанов. В рамках рабочего визита структурное подразделение Казанского федерального университета посетил статус-секретарь-заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко. Подробности в сюжете. На торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, учеников лицея имени Лобачевского ждал необычный сюрприз. С началом нового учебного года их поздравили заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Дорогие 11-классники, поздравляю вас с началом последнего года беззаботного отроческого врача. Конечно, вы все проведёте этот год подготовки к поступлению в высшее учебное заведение, но всё-таки это последний год детства. Наслаждайтесь этим моментом, помните, что всё самое главное, всё замечательное у вас впереди. Успехов, побед и ярких свершений. Практически 100% выпускников нашего лица стали студентами высших учебных заведений Российской Федерации. И какой бы у вас я ни приезжал, я вижу везде наших бывших лицейстов. Поэтому я хочу пожелать вам успехов, удачи божественной. И надеюсь, что в полном составе здесь же мы будем выручать вам аттестаты об окончании лицея Казанского федерального университета. Далее Пётр Кучеренко вместе с ректором КФУ и президентом Республики Татарстан приняли участие в открытии нового детского сада. Создание на базе Казанского федерального университета дошкольного учреждения для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» было инициировано ректором Ильшатом Гафуровым в 2017 году и поддержано руководством Татарстана. Тот стандарт работы с детьми, который сегодня есть, он совсем не подходит здесь, но немножко другого. Ну и вам родителям, терпение, терпение. Это ваш ребенок, какой бы ни был, но и ваш ребенок, и надо его подготовить к жизни, чтобы он был не оторван, социализация. Заместителю министра науки и высшего образования России были продемонстрированы и другие объекты Казанского федерального университета. Центр едут в Институте международных отношений, Центр цифровых трансформаций, расположенный в Институте управления экономики и финансов. Визит Петра Кучеренко завершился встречей с ректорами вузов и руководителями научных организаций Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Елизавета Никитина, Андрей Богоудинов, Универньюз. Продлена заявочная кампания конкурса среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки в Республике Татарстан. Победители конкурса получат возможность приобрести жилье на льготных условиях. К участию допускаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательным условием являются достижения в сфере молодежной политики. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 сентября. День знаний отметили в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. В этот день школа открыла свои двери для более чем 500 учеников. Об особенностях учебного процесса в новом году смотрите далее. Торжественная часть праздника началась в Елабужском институте, где собрались первоклассники, а также учащиеся 9-х и 11-х классов. Поздравили их глава района Рустем Нуреев и директор института Елены Мерзон. Помимо напутственных слов, первоклассники получили памятные подарки и фирменные значки с эмблемой университета. Как отметила Елена Мерзон, в этом году впервые откроются профильные классы с углубленным изучением математики, английского языка и IT-технологий, а также социогуманитарных наук. В школе продолжается и реализация проекта «Ассистент учителя». Порядка 100 студентов, которые обучаются на педагогическом направлении в нашем институте, проходят здесь не просто практику раз от раза, а вот постоянно закреплены за учебными классами, за учебными дисциплинами, за конкретным учителем и имеют возможность более плавного и быстрого вхождения в учебный процесс и в профессию учителя. Отметим, что в этом году в университетской школе впервые прозвенел звонок для 56 первоклассников. В честь праздника для них был устроен увлекательный спектакль. Вот пришел в школу, думаю, на пятерке буду учиться, хорошо учиться буду. Желаю, чтобы другие тоже хорошо учились и, ну, чтобы все было хорошо в школе. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универньюз. В России еще 11 видов животных признали, вероятно, исчезнувшими. К такому выводу пришли специалисты Минприроды России в ходе последней инвентаризации. Какие угрозы для экосистемы могут последовать, разбирался наш корреспондент. В России редкие виды живых организмов попадают в Красную книгу, в которой выделено 6 категорий редкости, соответственно, от нуля до пяти, от исчезнувших до восстанавливающихся видов. По результатам исследований, еще 11 видов животных отнесли к категории редкости ноль. Среди них тюлень, монах, кулан, лошадь Паржевальского и другие. Однако категория ноль еще не говорит о полной потере вида для природы. В науке известны случаи, когда вид, который уже много-много лет на данной территории считался исчезнувшим, при смене экологических условий или условий года, тем не менее, как-то себя проявляет. В живой природе исчезновение 11 видов – это вообще рядовое событие, потому что климат Земли постоянно изменялся на протяжении всей геологической истории. Я вам хочу сказать, были периоды, когда тысячи, десятки тысяч и миллионы видов вымирали и заменялись другими видами. Такие явления наблюдались во времена ледникового периода и глобального потепления. Это естественный процесс, который наблюдался на протяжении всей истории планеты. В то же время вид не может просто исчезнуть, он должен замениться другим, ведь экосистема представляет собой сбалансированные сети и цепи питания. Поэтому потери нескольких видов угрозы не несет, чего нельзя сказать о массовых уничтожениях. Основная причина вымирания видов в природе – это далеко не прямое истребление, это уничтожение места обитаний. Поэтому, допустим, добыча нефти, добыча природного газа, разработка месторождений полезных ископаемых для уничтожения видов и снижения биоразнообразия – это процесс в разы более опасный, чем, например, охота или плановый отстрел. Вопросами сохранения биоразнообразия в России занимаются Министерство природных ресурсов и экологии, а также Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Напомним, в марте прошлого года в последнюю редакцию списка «Красной книги» вошли 43 новых таксона, то есть систематические группы. По словам Гузель Валеевой, это можно объяснить совершенствованием методов научных исследований. Дело в том, что, например, в настоящее время биологический прогресс переживает такая систематическая группа, как насекомые. Но при этом количество видов, которые описаны, составляет около 1 миллиона. Тогда как, по оценкам энтомологов, общее число видов может составлять в 5 раз больше, то есть до 5 миллионов видов. Таким образом, на протяжении последующих лет человечество может ожидать изменения картины биоразнообразия окружающего мира. Соответственно, список «Красной книги» может пополняться. Лето в этом году выдалось одним из самых сухих и жарких за всю историю метеонаблюдений. Температура в августе была на 5 градусов выше нормы. Какая же погода ожидает казанцев в начале сентября, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Начиная с пятницы, то есть завтра, шестередня, у нас температура будет резко понижаться. И фактически, до конца первой декады, до 11 сентября, мы будем жить в условиях температурного фона значительно заметно ниже климатического. В выходные дни у нас погода будет ниже климатической нормы. То есть будет проще века холодная погода. Дневные температуры порядка 12-14 градусов, а ночные 6-7 градусов. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова